Здравствуйте! Это рубрика интервью. Я Наталья Чудина. И сегодня мы в гостях у Владимира Зарецкого, исполняющего обязанности первого заместителя министра промышленности и природных ресурсов Хакасии. Здравствуйте, Владимир Максимович. 5 июня в России отмечают День эколога. И думаю, это такой повод поговорить о том, как у нас в республике обстоят дела с экологией. Насколько вообще в Хакасии велика антропогенная нагрузка на окружающую среду? Знаете, республика Хакасия имеет те же проблемы, что и многие регионы Сибирско-федерального округа. Это высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха в городах и населенных пунктов. Это загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления, ну и загрязнение водных объектов и ресурсов, поверхностных и подземных вод. Если говорить в целом о ситуации в республике, как она складывается, она в принципе стабильна в течение последних пяти лет. То есть загрязнение атмосферного воздуха остается на одном определенном уровне. Но если вот сравнивать с прошлым годом, вернее с 2013 годом, так как мы сегодня имеем информацию за 2014 год, у нас вообще идет тенденция к снижению валовых выбросов вредных загрязняющихся веществ в атмосферу. С чем это связано? Ну мы прекрасно понимаем, связано прежде всего с падением производства. То, что касается отходной части, количество отходов растет, особенно количество отходов производства и потребления, так называемых коммунальных отходов. Ну а то, что связано с водой, допустим, с водой у нас наши реки становятся чище. Взять Енисей, Абакан, основные наши реки, большие такие. Ну и по малым рекам тоже ситуация улучшается. Но какие районы у нас самые небезопасные в плане экологии? Самые небезопасные, наверное, это наши города. Город Абакан, город Черногорск и город Саиногорск. Но опять же, здесь ситуация Ахова я не назову. Вот по сравнению, допустим, с прошлым годом, уровень загрязнения в городе Саиногорске, он улучшился в лучшую сторону. Там был высокий уровень загрязнения, стал повышенный. В городе Абакане, Черногорске, он сохранился на прежнем уровне. Но какие загрязняющие вещества представляют наибольшую опасность для состояния и атмосферного воздуха, и почвы, и подземных? Для наших городов вообще характерно вот пять таких ингредиентов. Есть такой показатель. И за пять интегральный индекс загрязнения атмосферы, по которым определяется, характеризует состояние атмосферного воздуха в населенном пункте. Это прежде всего бензопирен, вещество первого класса опасностей, серний стенгидрид, оксиды углерода, азота и взвешенные вещества. Вот основные компоненты, которые влияют на состояние атмосферного воздуха в городах и населенных пунктах. Откуда они берутся, эти компоненты? Тельвинная доля в Абакане, порядка 60% всех выбросов вредных загрязняющих веществ, дает автомобильный транспорт. Вот по доле его прироста тоже есть у нас статистика. Ежегодно в Республике Хакасия увеличивается количество автомобильного транспорта на 10-12 тысяч единиц. Это очень много. И по всей Хакасии, вот у нас тоже, по статистике МРЭОГАИ, количество автомобильного транспорта в Республике Хакасия на сегодняшний составляет более 190 тысяч единиц. Это много. И в основном вся эта техника, она сосредоточена в городах и населенных пунктах. Но одна из проблем, наверное, в Хакасии еще и то, что мы отапливаемся угулем, да? Вот этот вот смог, который постоянно, практически зимой у нас над Абаканом стоит, с ним что-то можно сделать как-то этого? Можно и нужно с этим бороться. Это прежде всего централизация источников теплоснабжения, то есть закрытие мелких котельных и подключение частного сектора к адресу. Саму источнику ТЭЦ. Но насколько это вообще вредно, вот именно этот смог для человека? Ведь мы это вдыхаем. Вредно, конечно, вредно. Это и выбросы тассажа, бензопирен, оксида и азота, углерода, сернистого ангидрида. Конечно, влияет на здоровье, состояние человеческого организма. Но опять же, хочу сказать, что улучшилась ситуация, как в Черногорске, так и в Абакане. Там закрывается котельная. В Абакане эта работа в предыдущие годы прошла так активно очень. Но вот меня, конечно, не радует развитие нашего частного сектора, где теплоснабжение централизованное пока не предусмотрено. Это и Красный Абакан, я про Абакан говорю, и 10-й жилой район. Здесь, конечно, нужно вкладывать деньги и развивать внутриквартальные сети теплоснабжения. Источник есть достаточной мощности, Абаканская ТЭЦ. С вводом 4-го энергоблока есть возможность запитать полностью весь частный сектор в Абакане. Но нужны сети. Но еще один вопрос, это твердые бытовые отходы. Как в Хакасе эта проблема решается? Очень серьезная проблема. Вот сейчас она, интересно, решена законодательно на федеральном уровне. Значит, принят закон в декабре 2014 года, номер 458. Закон революционный, называется «О внесении изменений в закон об отходах производства и потребления и в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Почему, говорю, он революционный? В нем заложен весь механизм по решению проблемы. Это логистики, то есть сбор, транспортировка отходов, их переработка и утилизация. И заложен финансовый механизм решения этой проблемы. Правда, вводится еще один экологический сбор с производителей товаров и услуг. Но, тем не менее, деньги будут аккумулированы в едином фонде, в который мы можем заходить на федеральный уровень со своей подпрограммой. Я надеюсь, что в этом году мы в обязательном порядке, в соответствии с этим законом, разработаем схему очистки территории Республики Хакасии. Она предполагает этим законом, в которой должно быть все. Начиная от логистики, строительства полигонов, мусоропереработок и так далее. Еще один вопрос, который беспокоит обычных людей. Строительство нового завода по переработке марганцевой руды в Туиме. Нам обещают полностью экологически чистое, безопасное производство. Какие экспертизы должен пройти этот проект? Да, мы тоже все надеемся на это. Что завод будет достойным предприятием в ряду тех передовых производств, которые уже у нас состоялись на территории Республики Хакасия. А в отношении процедур, вот сегодня эти процедуры только лишь начинаются руководством предприятия. Значит, первая процедура – это инженерное изыскание различного вида, в том числе инженерно-экологические. Второй этап – разработка проекта оценки воздействия на окружающую среду, разработка самого ОВОЗ, так он называется, вот этот документ. Ну и дальнейшее – это после прохождения общественных слушаний, разработка проектно-смертной документации и прохождение дальнейших процедур государственной экологической экспертизы проекта. И главгосэкспертизы проекта – вот две организации, которые будут заниматься экспертизой данного проекта. Ну и поучаствуют, конечно, в этом общественности. На всех этапах реализации проекта общественность просто обязана поучаствовать в рассмотрении, в выдаче предложений и рекомендаций. Ну и последний вопрос. Каков, на Ваш взгляд, уровень экологической культуры населения у нас, у людей сегодня? Я думаю, из года в год повышается. Хотя некоторые экономические моменты уносят отрицательную лепту в этот процесс. Я говорю об отходах производства и потребления. Вот вы посмотрите, как сегодня выглядят наши участки пригородные и так далее. Ну, порой плачевно. Я думаю, что вот новая редакция закона позволит нам создать или устранить все следствия, причинно-следственные связи, которые не позволят предпринимателю, наверное, в первую очередь, делать такие нехорошие дела. Сыпать мусор там, где не положено. А вообще культура прививается с молодых ногтей, с детского сада, со школьной скамьи и так далее. То есть нужны программы в соответствии в школах. Да, собственно, они и есть. И мы по роду деятельности на нашем уровне, на региональном и на федеральном уровне наши коллеги широко проводят эту работу, пропагандируя бережное отношение к окружающей среде. Я вас поздравляю с предстоящим праздником. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы.